Друзья, я снова всех приветствую. Продолжаем делать наш турбовальный двигатель огромной мощности. После того, как эта деталь прошла успешные испытания, можно двигаться дальше. Для начала хочется поставить корпус подшипниковый и попробовать, как сильно он будет греться, как будет передаваться тепло через вот эти отверстия. Здесь пятна контакта не такие уж и большие. Деталь довольно-таки крупная. И далее она продолжается. То есть здесь еще есть корпус. Вот такая. То есть еще мы туда шестеренок напихаем. Внутри должно циркулировать масло, которое будет дополнительно охлаждать. Но тем не менее, для начала нужно поставить и попробовать дать огня. посмотреть, какие будут температуры. Может быть, какие-то еще дополнительные меры нужно вводить. Опять же, здесь ставится какое-то алюминиевое кольцо непонятное. Поехали. Надеюсь, проблем не будет, как в прошлом видео. Вроде бы простые испытания. Вот уже дым пошел с трубы. Какая прелесть. Будем измерять пирометром. Процесс пошел. Эта фигня уже теплая. А ну-ка. 18. В принципе, достоверно. Примерно довольно-таки. 230. Холодная. Но пока все норм. Добавляю на максимум и ждем минуту. Тушил, сразу смотрим середину. Нормально, ребята. Что-то получается. То есть не такая большая здесь температура. Хотя здесь... Здесь даже... Видели сколько? Больше 400. Когда начинает получаться и идешь по намеченному плану, это очень здорово мотивирует. Правда, керосин быстро уходит. Но это ничего страшного. Буду уменьшать площадь соприкосновения. Вот в этих местах она абсолютно не нужна. Опорные площадки тоже можно немного уменьшить. Сделал фрезу и будем маслать вручную. Рубашку охлаждения сделаю немного попозже. Все-таки решил собрать турбину и крутануть ее. Посмотреть, что вообще будет получаться. Если все будет нормально, то будем двигаться дальше. Посмотрим опять же, как оно будет охлаждаться. Уже с турбиной и вперед. Потому что вот это вот колечко вполне возможно, что может расплавиться. Слегка прогреваю посадочное место, чтобы проще было воткнуть подшипник. Вот видите, как он туда? Без всяких напряжений сам залетает. Но вытащить уже все нельзя. Теперь самое важное. Это турбина. Поставил штуцер для подвода масла. Ребята, мега устройство готово к первым испытаниям. Это будет очень опасно. Главное не стоять в плоскости движения турбины. Под прошлым видео многие интересовались, причем так язвительно еще. А смысл всего этого дела? Ребята, я на своем канале занимаюсь тем, что из каких-то готовых агрегатов либо делаю самостоятельно всякие интересные для меня вещи. Для меня основной смысл это интерес. Мне интересно. Но если кто ищет глубокий смысл, поясняю. Вот здесь есть шестеренка. Это будет турбовальный двигатель. И с этой маленькой шестеренки можно получить довольно большой крутящий момент. Какой он получится, это все будет в ближайшее время известно. Вот такой смысл можно куда-нибудь поставить. На машину. Понимаете теперь, в чем смысл может быть? Глубокий смысл здесь. Можно поставить и поехать. Можно самодельное сделать. Движущееся устройство. Я давно мечтаю. Можно по-быстрому поставить на какую-нибудь коляску. На машину, например. И поехать. В общем, такие дела. Вот и весь смысл, ребята. Ставим эту вещь на стенд и пробуем. А сюда будем подавать масло для охлаждения. Попытка. Я тут уже поигрался, если честно, ребята. Дело это не простое, я вам скажу. Здесь можно измерять обороты. Естественно, максимум нельзя давать. Потому что в холостую, без нагрузки. Значит, здесь у меня подача керосин для охлаждения. Вот дым пошел. Кажется. У меня дым пошел. Измеряем дым. Парупсел. Дым beretsch. Парупсел. По обороты стоит些ewеских системой ш� Arutom. Всё оно будет. Очень злая вещь. Ребята, разогнали до безумной скорости. Я не знаю сколько здесь. Из-за дыма не понятно сколько оборотов. Итак, ребята, что получается? До сих пор все вращается. То, что вы видели, красные искры летели. Это выгорало уплотнение турбины, потому что она не рассчитана на такие температуры. Вроде бы выдерживает титановая часть. Сейчас мы посмотрим, что тут с ней. Вот эти черные вещи. Они выгорали. Сама турбина вроде бы в нормальном состоянии. Ничего не подгорает. Очень страшно на самом деле, ребята. Но давайте еще раз попробуем. Попробуем, наверное, дать на всю. Убираю за уголок. Нужно знать пределы. Нужно знать, выдержит оно или не выдержит. Теоретически не более 45 тысяч оборотов в минуту должно выдавать. Так, друзья, все понеслась. Будем пробовать на максимум несколько секунд, чтобы поработало. Включаю сразу подачу масла. Вроде бы пошло. Все. Пульт у меня вот здесь. Турбина там. То есть мне сильно ничего не угрожает. Возьмем поближе огнетушитель. Пока все нормально. Колеса, по-моему, расплавились. Бедные колеса. А то ничего страшного. Турбина пока не крутится. О, понеслась. Пошла мощность. Все, ребята, ныкаемся и пробуем дать на всю. Спрячусь в подвал и понеслась. Все, потушил двигатель. Это было очень страшно. Что-то там с подшипниками. Да, вот это да. Ребята, ну надо было испытать. Это жестко было, конечно. Да, да, да. Немного подзаклинивает. Но теперь можно и разобрать, и посмотреть. Да, друзья, оцените масштаб испытаний. Решился даже испытать на самый максимум. Теоретически на самом максимуме она должна 45000 оборотов выдавать. Если учесть, что реактивная струя 1650 километров в час. Это опять же в паспортных данных реактивного двигателя. То есть это самый максимум. И учитывая эту скорость, обороты 45000 могут быть на 200 миллиметровой турбине. То есть арифметика в принципе простая. Можете перепроверить. Возможно, я немножко ошибаюсь. Но я посчитал так. Звук подшипников специфический, если честно. Он такой был. Турбина вроде бы не сгорела, живая. Некоторое количество секунд выдерживает на полной мощности. Разъединяем. Всегда волнует момент разъединения. Здесь, как всегда, все в полном порядке. Больше всего меня интересует, не расплавился ли алюминий. Смотрим, что там почем. Все в парах керосина. Дымит. Турбина видно нагревалась. Друзья, не знаю. Вроде бы нормальное состояние. Вроде бы не окисляется особо. Здесь вот какой-то нагарчик. Но она и была в принципе такая. Не особо блестящая. По сопловому аппарату тоже все нормально. Алюминий вот этот. Вижу, в чем проблемы были. Было касание алюминия. Видимо, он очень сильно расширяется. И касался внутри турбины. Да, в этом была одна из проблем. Еле снял кольцо. Могу сказать однозначно, что алюминиевому кольцу здесь не место. Нужно что-нибудь из нержавейки выточить. Какой-то экран. Потому что это никуда не годится. Алюминий еще лучше туда передает тепло. Просто нужно выточить вот такого плана экран. И сюда прикручивать. Именно для выявления таких нюансов и нужны испытания. Главное, чтобы корпус не расплавился. Вроде бы все нормально с ним. Оцениваем, как себя чувствует сальниковый узел. Такое ощущение, что все в полнейшем порядке. Здесь тоже нормально. Задиров нет. Видно, что есть масло. Когда система будет замкнутая, а я собираюсь сделать именно так, чтобы ничего никуда не вытекало, чтобы масло циркулировало внутри двигателя, то все будет работать нормально, ребята. То есть везде будет масло. Масло будет погуще. Сейчас я подавал именно модельную смесь керосин с маслом. Но когда уже все буду собирать с редуктором, сделаю замкнутую систему с сальником. И туда уже надо будет подавать чистейшее масло, которое отлично будет смазывать подшипники. Конечно, звук у него интересный очень. Но другого нет, ребята. Будем использовать то, что есть. Заново помыл и смазал подшипник. Вот он опять нормально вращается. Видимо, попал какой-то мусор. Так что можно двигаться дальше. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова